вот она настолько тут приятно и нежно фолдит, просто совсем даже не просто, вот такая классная стиляжная вещь у меня получилась, я думаю что эта модель вам тоже понравится, добрый день дорогие друзья вы на канале мода с ладаной, сегодня на мне блуза, которую вы видели в предыдущем видео, это блуза номер два и вы ждете по ней выкройку, так вот я ее решила отработать в новом материале, это велюш стрейч и к этой блузе у меня появился комплект низ, получился вот такой костюм, сейчас я его собрала на примерочку и очень довольна результатом, захотелось углубиться в эту модель, разобраться, прочувствовать ее и вот возникла идея отработки этой модели в новом качестве, в новой ткани, появилась к этой ткани комбинация прессированного шелка атласного, все так завязалось и вот вы видите результат, получился вот такой чудесный костюм, костюм для отдыха, для прогулки в парке, я буду приходить в нем на работу в ателье, такой стильный элегантный, мне кажется что в этом костюме можно прекрасно пройтись по магазинам, осуществить шоппинг и чувствовать себя в нем очень комфортно, вошли чудесно плессированные детали шелковые, получились такой эффект льющегося, вытягивающего, удлиняющего силуэта, будет обработан низ, у меня он еще дорабатывается, это примерка и примеркой я довольна, мне нужно будет еще поработать с длиной моих брюк, так как мне хочется сделать немножко покороче, я вижу что есть небольшой провис, но это все еще впереди, уже его можно вам демонстрировать, также будет обработан низ плессировки, я хочу чтобы появилась такая немножечко эффект волны и расширения, такой же эффект будет по низу моих брючек, моих кюлотов, вот мне хотелось такую длину, такую ширину, прямые элегантные юбка-брюки, можно их назвать очередные владаны, очень хорошо подходят лоферы, лодочки, я думаю что и кроссовок зайдет под этот силуэт, ну и различная другая обувь, может и шпилька тоже быть неплохо, вот вы видите вид спереди, это вид сзади, здесь вставка средняя по кофточке, низ такой свободный на отлете, но по низу может быть кулиска или же в средней части может появиться драпировка, участок на резинке, то есть как-то можно еще подумать относительно низа, но мне в принципе и так нравится, все устраивает, такой вот красивый сниспадающий силуэт, верх обрабатывается таким цельнокройным подворотиком, который я потом закреплю своей этикеткой фирменной, вот мой верх, по переду кофточка моя делает такой провесик, хомуточек, у меня край обработан оверлоком и я даже не хочу здесь сделать строчку, потому что оно вот все мягко лежит и нигде не выворачивается, удобно в костюме поднимать руки, то есть мне в нем комфортно, понятно что это не для такого откровенного спорта и занятий фитнесом, а для повседневной жизни, то есть все в нем удобно, вот линия реза проходит над локтем, поэтому здесь меня лично ни в чем не ограничивает, она мне была удобна и в шелке, вы видели предыдущие видео, а в велюре стрейч еще более комфортно я себя чувствую, низ имеет такую неровную форму, но как раз эта линия и вносит в свою прелесть такой красивый провис, такой как бы балахонистый вариант вот этого вот объемного верха, вот хочется еще подрастянуть мою плессировку по рукавчику, но это все еще впереди, мне нужно будет четко выработать вот эту вставочку, так чтобы нигде не было вот волны в месте стачивания двух разных тканей, брюки на поясочке, в поясочек я вставила резиночку, брюки прекрасно сидят, льются и по переду и по спинке, вот такие классные брюки, ткань, плессировка, направление складочек к боку с одной стороны и с другой, это важно, чтобы вы понимали, что складочки вот здесь по рукавчику, по манжету в эту сторону, а здесь в эту, то есть все должно быть правильно, по низу я хочу пройти распошивалкой, но скорее всего, что я еще немножечко укорочу длину верха, вот мне немножко хочется сделать мой верх покороче, то есть тут я поиграюсь, вот уголочки у меня выходили практически на центр переда, но если они немного будут удалены от центра переда, это неплохо, то есть как раз все вошло лучшим образом, вот такой интересный комплект получился, неожиданно вошла сюда плессированная ткань, мне хотелось какой-то велюровый костюм в таком нюдовом колорите, нежном, и я как бы его получила, результатом очень довольна, вот стою и наслаждаюсь, предвкушаю, какая я буду модная, элегантная, захотелось всем этим своим удовольствием вас порадовать, сейчас мы с вами подробно будем все этапы разбирать на столе, мы покроим эту всю модель и вверх и низ, и соберем все на примерочку, поэтому сейчас будьте внимательны, мы приступаем, перед вами моя уникальная выкройка схема, по которой я сейчас покрою велюровую блузу, для моего костюма, блуза с брюками, мне понадобилось две ткани, велюр стрейч и кусочек плессированного шелка атласного, все это в таком нюдовом нежно-кофейном колорите, я ранее приобрела небольшой отрез кофейной ткани для шарфика, но как-то с шарфиком не сложилось, но захотелось этот отрез использовать в моем новом комплекте, вот вы видите лицо моего велюра, мы будем располагать и блузон и брюки против ворса, так чтобы оттенок был более насыщенный и в сочетании с плессированной тканью достаточно симпатично подобрались эти ткани, подходят друг другу, плессированная ткань немного насыщеннее по цвету, но на мой взгляд это допустимо, кусочек плессировки у меня был 35 сантиметров шириной, а длина полтора метра, а велюр был приобретен два с половиной метра длиной, я купила его заранее, думала что это будет какой-то домашний костюм, спортивный или что-то такое домашнее, но сейчас у меня есть желание сделать этот костюм для города, для работы и в принципе для дома тоже, вот именно этого я смогу достичь с помощью комбинации вот велюра с такой плессировкой, хочу чтобы брюки у меня были укороченные, прямые, широкие, ровные, можно сказать даже брюки кюлоты, а блузон вы его видели в предыдущем видео, блузон номер 2, оригинальная выкройка, которая была выполнена в шелке принтованном, сейчас мне захотелось эту модель отработать в однотонном варианте на стречевой основе, приступим, в брючки я буду вводить по длине полосу 14 сантиметров шириной от талии по всей длине брюк в виде таких расширенных лампасов, а также буду эту ткань использовать на манжете, мне необходимо отрезать первым делом манжеты, я хотела бы их в готовом виде шириной 15 сантиметров, соответственно мне нужно припуски по 2 сантиметра, для реза мне необходимо 17 сантиметров, вот я сейчас намечаю 17 сантиметров по моей плессировке, обязательно необходимо подровнять нашу ткань, для этого приложим линейку и к краю подведем нашу плессировку, это на гофрированных, на плессированных тканях, когда ткань вся динамичная и ее сложно уложить ровненько, вот мои меточки и вдоль сантиметра сейчас сделаю линию реза, такой же манжет, это для моей блузы, я отрежу с этой стороны, этот манжет пойдет на эту ручку, соответственно те же наши 17 сантиметров, манжеты мы отрезали, длина моих брюк будет 95 сантиметров от талии, они укороченные, соответственно и лампас мне необходимо сделать длиной 95 сантиметров, шириной 14 сантиметров, соответственно выравнивая правый край ровненько по складочке, приходится ровнять, хотя ткань должны были отрезать вот именно ровно, вот четко по по складочке, учитывая специфику этой ткани и нам конечно же нужны ровные лампасы, поэтому все лишнее мы убрали, теперь мне нужно разделить на два ровных участка, 32, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 26, 28, 2, 4, 6, 24, 26, 28, все замечательно, разрезаю, прессированные ткани требуют особого к ним отношения, я знаю это не понаслышке, я сама делала ткани солье, делала формы в своем ателье, изготавливала под солье, причем это было по принципу французских технологий, солье необычное, а с двойным рисунком, тонкие шифоновые ткани заложить в форму, это должен быть скрупулезный подход, в каждую складочку формы заложить аккуратно два слоя солье солнца, то есть это очень сложно, разрезали, это наши лампасы, лампасы по переду широких брюк, мне даже видится, что это будет смотреться прямыми юбками, поэтому хочется легкости благодаря этой плессировке, так теперь мы кроим наши брюки, я буду сразу размечать на ткани, у меня достаточно как стандартная постоянная выкройка, которую я использую в разных моделях, вы сейчас поймете, 30 сантиметров от верха я откладываю, это будет глубина моего шва сидения, у нас в перед входит достаточно широкий лампас, поэтому мы спокойно должны поместиться шириной брюк в ширину ткани, вот я от кромки отступаю, лампас занимает одну вторую переда, соответственно перед у меня шириной 1 4, половинка переда у меня шириной 28 сантиметров, одна вторая это 14, вот 14 сантиметров перед, потом идет участок моего шва сидения 26 сантиметров и 28 сантиметров это моя спинка, 54 размер, ширина бедер 112 сантиметров, брючки будут на резиночке вверху, пояс резинка, и у меня получается шов сидения 30 сантиметров, это по спинке 30 сантиметров, а по переду 26 сантиметров, здесь мы рисуем шов сидения, который у меня по длине 68 сантиметров, вот я 26 делю на 4, одна четвертая, и вот здесь у меня перед, а спинка вот таким образом, вот таким бокалом я уже на глаз это все изображаю, перед понижением на 4 сантиметра, соответственно вот здесь моя спинка, так, ну и вот это бок, это бок и вот у нас выпад, выпад на пояс, длина по боку 95 сантиметров, отмеряем, это мои укороченные брючки, то есть это где-то сантиметров 15 от пола до низа брюк, как раз такая длина, когда открыта щиколотка, открыто самое худое место ноги, а потом уже нарастает объем икры, вот я наметила сейчас длину моих брюк, от шва сидения здесь у нас проходит внутренний шов, но я его не делаю, так как брюки у меня прямые, льющийся, велюр, я не хочу лишних швов, но кто любит более зауженный вариант, аккуратный, то соответственно вы можете заужать по боковому шву и заужать по внутреннему шву, чтобы заужение было одинаковым, симметричным с двух сторон, у меня получается на брюки 95 сантиметров, на блузон по моей выкройке пойдет 70 сантиметров, соответственно метр семьдесят мне достаточно на мой костюм, у меня остается с двух с половиной метров выпад, я могу пошить себе еще юбочку или еще что-либо, пока я еще не думала, что это будет, здесь я буду делать припуск, а на талии я его не делала, это моя отработанная годами выкройка, вы соответственно должны иметь на себя подобные отработанные основки, которые потом вы можете использовать в любых своих креативных моделях, в моем конкретном случае это так, у кого-то соответственно может быть в зависимости от размера уже или линия на животик добавляться или углубляться, то есть все нужно отрабатывать на себя свою основу, как строить брюки этого материала на ютубе, в интернете очень много, профессиональные конструкторы рассказывают, много всего интересного можно почерпнуть от каждого мастера, от каждого конструктора, я срезаю кромочку, все мои брюки мы покроили, вот сюда мы должны вколоть мои два лампаса, и лампасы обязательно надо вкалывать на весу, потому что разный вес ткани и на плоскости она ведет себя по одному, а на весу она ведет себя совсем по-другому, поэтому обязательно лампасы вкалывать исключительно на весу, учитывая тяжесть и подучесть ткани, покроила брюки, теперь это остался пояс, как раз объем талии мой 95 сантиметров и 95 сантиметров у меня выпад, пояс мне нужно будет шириной 4 сантиметра, резиночка у меня будет 3 с половиной, мне этого достаточно, соответственно мне нужно будет вырезать и отрезать 10 сантиметров мой пояс, брюки я покроила с лампасами, мы их соберем для нашей примерки, теперь перемещаемся к блузке, выкройка моей блузой, чудесная блузочка, вот здесь у меня сгиб, а это линия горловина, переходящая в рельефы по спинке, то есть это по прямой, у меня горловина переходит на спинку, вверх моего изделия, вот здесь вот горловина вверх, а эта часть это низ моей блузы, длина здесь 67 сантиметров, я даю вот как раз 70 сантиметров на подворот на шов, на мою горловину, и вот сейчас мы вырезаем, это перед, центр переда, я отрезаю ровненько, вот в этой части у меня находится мой рукав, вот это участок моего рукава, значит по высоте, по высоте привязка вот здесь 25 сантиметров, от центра переда на расстоянии 54 сантиметра, вот это расстояние 54 сантиметра, так, а здесь у меня остается до кромки 27 сантиметров, ширина ткани очень хорошая, здесь 1,60 метра, не все ткани, не все велюры с такой шириной, мы можем нашу блузу размещать по долевой, вот это вот место может быть по долевой, соответственно уже тогда по-другому будут выкраиваться брюки, поэтому тут может быть немножко другая раскладка, но у меня вот конкретно с моей тканью получилось все очень экономно, от этой точки мы выходим на наш низ, низ здесь длина 67 сантиметров, но если продлить вот направляющую, то получается 70 сантиметров, вот здесь у меня идет заворот на 3 сантиметра, вот я пишу 67-70 сантиметров, ширина рукава 29 сантиметров, и тут остается у меня 38 сантиметров, вот этот участок должен подойти к нашему переду, поэтому я добавлю 38 сантиметров, вот я сейчас их и добавляю, такая линия неровная, мы ее делаем ровной, смело и непринужденно я ее выравниваю, потому что это будет низ и возможны его корректировки, то есть блуза достаточно длинная, поэтому наш низ нужно подровнять, вот и добавить вот эту ширину, чтобы она у меня как раз дошла до центра моего переда, ровненько выложилась, нигде ничего не затягивало, но мы сейчас покроим, а потом я на примерке посмотрю, все ли хорошо или где-то чего-то я здесь подкорректирую, может быть мне захочется немножко закруглить, то есть это мы посмотрим в процессе, в общем-то выкройка простая, но какие-то небольшие корректировки скорее всего у вас возникнут, уже непосредственно на вашей фигуре, вы помните, я рассказывала в первом моем видео относительно этой блузы, что она у меня кроилась с выпада, и вот полоса как раз проходила по долевой, блуза выложилась основная, вариант номер один, вы помните, такая с крылышками свободная, а по краю по долевой у меня был выпад, полоса изогнутая, и вот как раз 70 сантиметров этот выпад, и я использовала для своей вот этой вот интересной блузы, но сейчас мы ее краем не по долевой, а по поперечной, у меня так вот разложилась, она хорошо на ткани, но в вашем случае может быть по долевой, вот и вся моя блузка, сейчас сразу все станет понятно, но нам еще необходим участок на спинке, средняя часть спинки, уже в соответствии с ворсом, этот участок должен выкраиваться по поперечной, поэтому я беру ткань, вот нашу ткань, и вот здесь у меня ровный участок, он будет примыкать вот сюда к этим швам, к этим линиям реза, он у меня длиной 64 сантиметра, а шириной 20 сантиметров, вот она сюда будет пришиваться, и мы ее сейчас должны вырезать, и верхняя часть нашей спинки, мы ее можем дать припуски, то есть припуски могут быть как прямоугольные, так и может быть припуск вот с таким прогибчиком, то есть я сейчас добавлю, а там в процессе посмотрим, как я его буду обрабатывать, то есть я на всякий случай дам припуск больше, участок спинки вырезаем, вот я добавлю еще сантиметр, делаю надсечку и уберу кромку, нам обязательно нужно наметить вот эту нашу точку, то ли здесь надсечку поставить, так как эта точка будет соединяться вот с этой точкой, вот я пишу 1, 1, соответственно и с этой стороны мы намечаем ее, а вот эта точка будет соединяться с центром нашего переда, центр переда, вот он вверху и внизу, и мне надо наметить место остачивания, вот это где-то зона плеча, чуть-чуть ниже на сантиметр по горловине, вот эти метки, все, значит сейчас мы соединяем, выкладываем нашу спинку, это средняя часть, вот она, ось спинки проходит по центру этой детали, как будто бы это рельефы, чтобы вы представили, вот места, где соединяются наши рельефы, вот одна линия и вторая, вот это мы начинаем со спинки, вот вы видите, вот я соединила, теперь переходим на наш перед, вот уголочки, вот таким образом выкладываются, а эта часть, вот это центр, это мой перед, вот он, и он переходит в рукавчик, вот это вот, это выход моего рукава, вот так оно сочетается, это вот видите, горловинка по спинке, а здесь получается горловинка, хомут по переду, и вот здесь наши рукавчики, выходы, и сюда я пришиваю манжетики, вот один манжет, и второй манжет у меня вот здесь возникает, так, вот моя блузочка, здесь получается линия стачивания, вот она, и притачивается наша спинка, как эта блузка выглядит, вы сейчас посмотрите на примерки, крой моих брючек у нас есть, так, сейчас я это все соберу на примерочку, соединяю наши точки, вот рукавчик мой, куда я буду вшивать манжетик, вот две меточки, и мне нужно будет выйти на центр моего переда, мы начинаем собирать, начиная с моего рукавчика, сейчас я сметываю, и примеряю мое изделие, это я собрала мой рукавчик, вот он, и мой шовчик, который выходит на центр переда, вот он у меня состыковался, это две косых, и они в одном направлении, по рисунку осталось шить симметрично с другой стороны и пришить нашу спинку, и блузочка очень быстро и просто у нас соберется, так, ну что, поехали, вот она настолько приятно и нежно фолдит, совсем даже не просто, вот такая классная стиляжная вещь у меня получилась, я думаю, что эта модель вам тоже понравится, так же как и мне, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, дорогие друзья, пишите свои комментарии, вот мы с вами разобрали эту чудесную блузочку, даже к ней еще бонусом вошли такие милейшие штанишки, всего вам доброго, до скорых творческих встреч на канале мода с Владанной, всех люблю, всем пока!